Всем привет, меня зовут Максим, и мы продолжаем работать над онлайн-проектом на Unreal Engine 4. И это заключительное видео в плане реализации меню и создания сервера, подключения к серверу. В следующей части мы рассмотрим работу с лобби, поэтому в заключительной части мы исправим некоторые недочеты, которые были выявлены в процессе, а также необходимо будет доработать систему с меню и нормализовать переменные. Разбить их по категориям, чтобы это выглядело максимально красиво. Ну это так, для себя. Первое, что нам необходимо сделать, это я собрал небольшую сцену, и сразу заметна будет ошибка, если мы ее запустим. Мы можем ходить и крутиться, и смотреть, и это у нас какое-то управление. Это нам не нужно. Поэтому игрок должен стоять где-то в середине, и, например, здесь, и уже просто стоять и смотреть. Больше он делать ничего не должен. В моем случае. Для этого мы перейдем в Blueprints, Goal. Давайте в Blueprints создадим папку под названием MainMenu. Сюда добавим новый Blueprint-класс под названием GameMode. Тип GameMode, название MainMenuGameMode. В Blueprint мы сделали... А, в Blueprint мы полностью написали. Так, давайте здесь напишем GameMode. Этот GameMode... Удалим из него все вот эти события. Скомпилируем, сохраним, закроем и откроем снова, чтобы получить вот такую структуру. Видим, что здесь у нас есть какие-то параметры. Единственное, что нам здесь не нужно, это PlayerController-класс. Но мы не можем выбрать его пустым. Поэтому, если мы оставим то, как есть, то по умолчанию будет создан такой же объект, как и было. Поэтому мы создадим новый PlayerController под названием MainMenuPlayerController. И не будем его изменить. Заменим здесь на MainMenuPlayerController. Дефолт пау нам не нужен, но он поставим. И скомпилируем, сохраним. Теперь, при переходе на карту меню, в WorldSettings, GameMode, мы изменяем здесь на MainMenuMode, сохраняем. И надо добавить PlayerStart. Можно заметить, что у меня достаточно не особо пропорциональная карта получилась, но мы это подправим. Ничего, BadSize. Он пишет, что у нас BadSize. Мы это исправим потом. Нам, потому что абсолютно пока не важно это. Значит, вот здесь подкрутим, сохраним, запустим. И у нас ничего не получилось, но мы хотя бы не крутимся, не передвигаемся. Значит, идея в том, что это PlayerStart. Давайте поставим че-то там Charter. Чтоб он смотрел. Дефолт по онклассе, если мы оставим None, то у нас он в никуда уходит. Поэтому здесь, в принципе, не важно, что ставить. Давайте, чтобы прям совсем все было замечательно, создадим новый паун. Называем MainMenuPawn. И добавим его сюда, MainMenuPawn. Сохраним, запустим. Мы не крутимся, не передвигаемся. Все запустило. Все замечательно. Я немножко поработал над дизайном. Ну как, сами видите, поработал. Это первый, да? Давайте его настроим так, чтобы можно было смотреть в ту сторону. Хотя бы так. Неплохо. Так. В принципе, конечно, лучше было бы у кого-нибудь вот сюда перенести. Это уже, на самом деле, личные мои такие прихоти. Нет, вот так вот. Знаете, до этого все было куда лучше. Нельзя, да, больше. Ну давайте вот сюда. Сделаем, как было. Ну так. Так и оставим. Значит. Значит. Покажу новую ошибку. Это настройки. Например, да, вот мы выбрали все. Найти игру. Нажимаем назад. И, по идее, должно было скрыться эта область. Но она не скрывается. Надо настроить. Поэтому. Сохраним все. Переходим в MainMenu. Открываем MainMenu. И нам нужно SubMenu. Нам нужно его скрывать и открывать. Все меню это. Потому что оно полностью отвечает, а не только какой-то виджет. Поэтому в графе, когда мы, смотрите, SubMenu Vis, Visible или не Visible, когда мы переменную оставляем, то мы забиндели события здесь на то, что по умолчанию скрыто, а потом показывается. Но нигде мы не делали его hidden. Вообще. Поэтому. В MainMenu все хорошо. А вот в дополнительных менюшках нам нужно таких, как FindServer, HostWidget и OptionsMenu. Нам нужно... Начнем давайте с опций. С опций и... ClickingBackButton. SubVisibility hidden. И здесь мы не можем получить... Ну, parent, да? Потому что он пока ни к чему не удочерен. Например, там parent. GetParent. FromSelf. И get... Cast... Ну, попробуем, если это получится. Cast. То... Меню нельзя. Должен быть виджет. Поэтому создадим новую переменную, которая будет отвечать за MainMenu Widget. Вид... Вид... Что это такое? Виджет Blueprint. Здесь сделаем... MainMenu Widget. Object Reference. Каста у нас не будет, срома. Поэтому у нас есть GameGet. Удаляем. Получаем GetGameInstance. Получаем GetMainMenu Widget. У нас он там есть, как глобальный. GetSubClass. Нет, Set. SetSubMenu Widget. И... Как там... Enum-то менять? Enum... Нет. Значит, не Get, а SetWidget. SetWidget. SetSubWidget. Как hidden. После скрытия... Перед... Да, наверное. После скрытия текущего. Хотя зачем он скрывает текущий тогда, когда можно сразу скрыть вот эту часть. Попробуем поменять. И посмотрим, как это работает на настройках. Найти. Назад. Да. Все. Все хорошо. Давайте еще раз проверю. Отлично. Значит, этот нам блок больше не нужен. Нам нужен какой-то общий блок. Вот такой вот. Компилируем и сохраняем. Давайте сразу вот эту часть мы сохраняем. Ну, вот скопируем. И... С опциями закончили. Теперь в хост. Кликан BackButton. Где у нас... Ну, вот. Это мы удаляем. И делаем вот таким вот образом. Скрыть элемент. Компилируем. Так. Оставим пока на всякий случай. Здесь переходим в EventGraph. Спускаемся... Вот сюда. Вот это мы удаляем. Удаляем. Вот так. Вот. Замечательно. И... Компилируем. Потом заходим обратно в Main Menu. Потому что, чтобы нажать настройки, мы хотим еще делать скрытие. Переходим в Graph. У нас есть событие клика тут. SetVisible. И... Он скрывает... Options Widget. А нам нужно скрывать... SubMenu. Поэтому... Мы сделаем Get. Наверное, вот это. Ну, лучше заменить, я думаю. И скомпилируем. Давайте проверим. Нажимаем настройки. Отлично. Найти игру. Мы рекламентируем только таким образом. да поэтому а поэтому нам нужно помимо того чтобы показать это окно если у нас visible false то показать и сделать options меню get и сделать здесь получится сделать то же самое скорее всего сейчас мы это узнаем и в true то мы устанавливаем абсолютно две разные визабилити да и в true то hidden работать будет только с настройками так ладно чуть не сработало сейчас попробуем сделаем активный виджет 2 это настройки проверяем что на устанавливаем что меню нас видимая теперь так 100 стоп 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 ерунда ерунда это я напутал извиняюсь здесь 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 мы общность меню виджет мы проверяем то его что показать то есть вот если мы так оставим все правильно только нам нужно если мы делаем его пока сразу показать меню так начнется надо проверить сначала так вот контроль б здесь у нас сап меню из визи был если у нас видно но если false если не не видно то показать и дальше сделать вот эту вещь попробуем а если true то скрыть меню хидден но я чувствую там опять запутались да видите через раз почему так происходит потому что мы активируем сразу активируем виджет показываем показываем что показываем или скрываем экран если мы хотим хотим если true да если виден то скрываем и тогда и так не сделали что раньше сейчас посмотрим удалить да если нажимаем найти игру все меняется хорошо да все замечательно и таким образом мы сделали такое лобби меню да не лобби точнее обычное меню таким образом в этом видео подводим итог мы пофиксили проблему с отображением нашего результата наших настроек чтобы виджет скрывался мы сделали небольшой меню карту настроили контроллер для меню чтобы нельзя было крутиться но смотреть ну и таким образом у нас получилось что мы сделали полностью рабочий меню в будущем я в процессе буду менять дизайн интерфейса поэтому не удивляйтесь на этом все давайте приступать к созданию лобби меню когда игроки уже подключились к серверу и нужно показать некую информацию для того чтобы игроки могли видеть что что происходит сервер также статусы готовности и неготовности игроков для будущей игры всем спасибо еще раз огромное за внимание надеюсь вам понравилось поставьте лайк напишите комментарий с вашими вопросами буду отвечать на все абсолютно вопросы всем пока